всем привет друзья и гости моего канала сегодня хочу с вами поделиться рецептом но очень сочный вкусных домашних куриных котлет фарша куриного у меня 500 грамм 60 грамм хлеба я предпочитаю использовать белый хлеб 60 грамм лука репчатого 30 грамм моркови буквально небольшой кусочек мне очень нравится сочетание в этих котлетах именно моркови вкус неимоверный а также мне нужно 50 миллилитров молока для замачивания хлеба и еще один такой нюанс я вам далее покажу секретный ингредиент для сочных котлет отправляем хлеб тарелочку можно на более мелкие кусочки его разломить заливаю молоком и пусть немного пропитается затем я использую блендер отправляю лук немножко вот так на четыре части буквально измельчаю чтобы было легче справиться отправляя сюда лук и морковь тоже вот на такие крупные кусочки разрезаю и измельчаю сюда же к овощам отправляю хлеб молоко впиталось молоко я не отжимаю так как его небольшое количество очень удобно ничего отжимать не нужно ничего у нас в мусорку не идет так скажем все в блюдо уходит и снова измельчаем полученную массу отправляем к фаршу также в такие котлетки по желанию можно добавить чеснок свежий сушеный либо как у меня замороженный очень долго год и более может храниться в морозилке обязательно ссылку под этим видео я оставлю на рецепт такого чеснока добавляю буквально половину чайной ложки соль по вкусу черный молотый перец и половину чайной ложки красной молотой сладкой паприки фарш практически готов его нужно хорошенько вымешать до однородного состояния ну и как обещала друзья показываем секретный ингредиент для сочных котлет это кусочек сливочного масла у меня здесь 35 грамм я его заранее отправила в морозилку оно твердое именно таким способом оно будет легче натираться на терке натираю на крупную терку прямо фарш и еще раз все перемешиваю дальше друзья что насчет панировки я буду обжаривать свои куриные котлеты в панировочных сухарях я их готовлю сама для этого беру хлеб абсолютно любой посмотрите у меня хлеб например с зернами льна такой тоже годится я его нарезаю на произвольные кусочки можно на крупнее можно мельче но чем мельче тем быстрее они подсушатся кусочки у нас в духовке так как у меня хлеб довольно таки мягкий мелко его нарезать не очень удобно поэтому такие более крупные кусочки нарезаю хлеб вот какую еще панировку можно вообще без панировки абсолютно также можно использовать пшеничную муку и кукурузную муку уже на ваше усмотрение и выкладываем хлеб на противень включаю духовку разогреваю до 180 градусов но здесь главное далеко не отходить не уходить потому что чтоб сухарики у нас что не подгорели подсушиваем их полностью даже слегка можно поджарить до такого золотистого цвета периодически я свой противень из духовки буду доставать и переворачивать сухарики процесс пойдет быстрее и равномернее все друзья буквально 15 минут посмотрите какие красивые сухарики у меня готовы теперь нам нужно их измельчить для этого я использую обычный блендер наполняю чашу блендера измельчаем вот и все быстро и просто и незачем покупать в магазине панировка для наших котлет готова затем заранее формирую сразу все котлеты мне так удобней обязательно смачиваю руки причем холодной водой так легче будет сформировать котлеты потому что фарш куриного как правильно довольно таки жидкий набираю небольшое количество зависимости какого размера вы хотите котлетки да вот таким вот образом мокрыми руками очень отлично все формируется и складываю на дощечку ну и теперь осталось нам наши котлетки обжарить на сковороду наливая растительное масло и разогреваю панировочные сухари немножко котлетку можно приплюснуть и выкладываем на сковороду обжариваю на среднем огне лишние сухарики я встряхиваю и таким образом обжариваю с двух сторон до красивой золотистой хрустящей корочки переворачиваем аккуратненько вот такие красивые румяные котлеты получаются все друзьям котлеты готовы выкладываю на тарелочку можно на бумажное полотенце если хотите убрать лишнее масло румяные красивые друзья у меня котлеты готовы в общем из пол килограмма фарша у меня получилось ровно 14 котлет осталось конечно же попробовать сейчас одну котлетку разломим сочная посмотрите насколько сок вот я не знаю камеру передает или нет сок прямо выделяется вот такая красота получается пробую аромат на всю кухню корочка хрустящая друзья просто невозможно оторваться это очень вкусно очень просто попробуйте обязательно приготовить такие котлеты вам сто процентов понравится но на этом я с вами прощаюсь всем приятного аппетита до новых встреч пока пока пока